Вещаем из Киева. Это новости об Украине. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Школу в Светлодарске и Донецкой области обстреляли боевики. Огонь открыли в полдесятого утра по местному времени. Об этом ЮЭТВ рассказал мэр Светлодарска Анатолий Брехунец. По его словам, снаряды разорвались в школьном дворе. В это время на уроках было 387 детей и 46 взрослых. Никого из них не ранило, спасла пленка на окнах, осколки не разлетелись, зацепило одного мужчину. Он проезжал мимо на автомобиле. Ситуацию на востоке Украины обсудят в совбезе ООН. На дебатах о соблюдении международного права. Заседание начнется в 17 часов по киевскому времени. Вопрос поднимет президент Польши Анджей Дуда, сообщил министр канцелярии главы государства Акшиштоф Щерский. Он также обратит внимание на замороженные конфликты в Грузии, Молдове и Нагорном Карабахе. В дискуссии примут участие представители более 60 государств. Бывший командующий внутренними войсками Станислав Шуляк дает показания в деле о госизмене беглого президента Януковича. Его допрашивают как свидетеля защиты. Показания дает по видеосвязи из иннексированного Россией Крыма. На заседании находится наш корреспондент Юлия Башко. Она на прямой связи со студией. Юля, что сказал свидетель? Добрый день. Свидетель сказал, что оказывается письмо, просьба введения вооруженных войск на территорию Украины есть не только к Путину, а также к странам Польши, Франции и Германии. Об этом он рассказал во время допроса. Станислав Шуляк допрашивается с помощью видеосвязи. Он сейчас находится в Симферополе. Его допрос продолжается уже третий час. И вопрос до сих пор задает сторона защиты. Адвокатов экс-президента Виктора Януковича больше всего интересует как обстоятельство составления письма к Путину с просьбой ввести вооруженные силы на территорию Украины. Оказывается, Станислав Шуляк не только присутствовал при составлении этого письма, а также видел, как его запечатывают и отправляют. Станислав Шуляк рассказал, что 1 марта в Ростове его вызвал помощник экс-президента Виктора Януковича на встречу, где экс-президент Украины показал ему копии трех писем, которые направил Польшу, Германию и Францию с просьбой ввести вооруженные войска с целью миротворческой миссии на территории Украины. Но так как от них не последовало никакого ответа, то он обратился к Станиславу Шуляку с просьбой о том, что можно сделать и насколько необходимо обратиться к России с просьбой о введении вооруженных сил со стороны России на территорию Украины. По словам Станислава Шуляка, письмо было составлено таким образом, что экс-президент Украины просил Россию ввести вооруженные войска с целью миротворческой миссии, а также с целью недопущения технических техновенных катастроф и помощи в случае гуманитарных катастроф. Вот такие сейчас данные. Мы продолжаем следить за судебным процессом по делу о госизмене Виктора Януковича. Студия. Это была Юлия Башко из Оболонского райсуда Киева, где слушается дело о госизмене бывшего президента Януковича. Подробности в следующем выпуске новостей. Меру пресечения главному редактору РИА Новости Украина Кирилла Вышинскому подозреваемому в госизмене избирает Херсонский суд. Прокуратура Автономной Республики Крым просит арестовать его на два месяца. Обыски в филиалах «Россия сегодня», среди которых Киевский офис РИА Новости, сотрудники СБУ и прокуратуры Крыма провели 15 мая. Вышинского задержали. По данным СБУ, сеть «Медиа структур» Россия использовала в гибридной информационной войне против Украины. В частности, они публиковали материалы, оправдывающие аннексию Крыма и поддерживающие оккупационные власти на Донбассе. За работу агентство Вышинского ежемесячно получало сотни тысяч евро из России через Сербию. Половина денег шла на информационно-подрывную деятельность. Закон о трансплантации приняла Верховная Рада Украины. Документ позволяет пересадку органов после смерти донора при условии, что он дал письменное согласие при жизни. Подробности мы узнаем у нашего корреспондента. Ольга Михалюк, она следит за заседанием парламента на прямой связи со студией. Оля, расскажи больше о законе. Приветствую, Дарья. Два года подряд профильный комитет по охране здоровья работал над документом по трансплантологии от 1996 года. Это был более рамковый документ. И вот сегодня народным депутатам удалось его детализировать и принять систему, которая регулирует систему трансплантологии как метода лечения в Украине. У более 5000 пациентов, ожидающих пересадки костного мозга, почек или других внутренних органов, появился шанс сделать это в Украине от неродственных доноров. И если в Украине такие операции стоят порядка 20 тысяч долларов, то уже в соседней Белоруссии более 125 тысяч долларов. И также пациенты зачастую не доживают до операции, так как ожидают многочисленные разрешения на лечение за границей. Авторы законопроекта успокаивают, в Украине не будет процветать черная трансплантология, так как процесс будет жестко контролироваться Министерством внутренних дел, Службой безопасности Украины. И действительно, в законе есть норма о презумпции несогласия. То есть, изымать органы будет разрешено только у человека, давшего разрешение на это при жизни. Запрещено быть донорами, детям-сиротам, людям, личности которых не установлены, а также бойцам АТО. Ну и принятые нормы приближают украинское законодательство к европейскому. Мы, наконец-то, делаем шаг в международное медицинское сообщество, которое служит людям. Законопроект о трансплантации – это продолжение шагов закона о телемедицине. Это будущее. Через 20 лет половина операций, которые будут делать в цивилизованном мире, будет связана с трансплантацией. То, что у нас не было такого закона, не давало нашей медицине развиваться. Наши врачи ездят оперировать за границу, потому что у них не было такой возможности в Украине. Ну и сегодня залы, кулуары Верховной Рады буквально расцвели. Во всемирный день вышиванки депутаты соревновались, кто краше одет. Ну и признавались, что в украинской народной одежде, рубашках или платьях, им намного комфортнее, чем в деловой одежде. Это старинная работа, а на наше семейное реликвие будет моей дочке. Это вышиванка-оберег, в ней много синего. Синий цвет символизирует воду, как очищение. В украинских вышиванках много знаков и символов. Это подарок. Это вышиванка-подарок и для меня дает возможность дышать свободно, в отличие от строгого костюма. Каждый день вижу коллег в Верховной Раде в темных цветах, а сегодня вдруг красочный зал. Ну и депутаты продолжают работать. Насыщенная повестка дня, начиная от правовой защиты военнослужащих, а также их семей, заканчивая охраной наследия, занесенного в Всемирной организации ЮНЕСКО в свои списки. Студия. Это была Ольга Михалюк. Она будет и дальше следить за событиями в парламенте. Больше информации в следующем выпуске. В вышиванках с рождения свои первые вышитые сорочки получили 8 новорожденных в Черновцах. Этой традиции 12 лет. Организаторы праздника уверены, вышиванки станут оберегом для детей и принесут им удачу. Валерия родилась этой ночью и уже получила свое первое вышитое платье. Это для нас такая неожиданность. Мы очень рады и благодарны за то, что нас выбрали. Мы будем крестить в этом платье, потому что это оберег на всю жизнь. Их заказывали у мастеров. И именно такие вышиванки поехали в разные уголки Украины. Они одинаковые для всех, и мальчиков, и девочек, и вышиты вручную. Сайт канала uetv.ua Там еще больше информации о происходящем вокруг. И уже через два часа следующий выпуск новостей. Оставайтесь вместе с UETV. И спасибо, что вам интересна Украина.